Михалец ударил по трамвозам. Пытается уйти от Чевелева. Классный пас! Бросок и Гарипов! Гарипов тащит! Здравствуйте, дорогие друзья! И добро пожаловать в город Магнитогорск, где через несколько минут на арене Металлург начнется очередная игра регулярного чемпионата Фонбет чемпионата континентальной хоккейной лиги. Ну а что касается Металлурга, то Металлург проводил матч против Слава Кулаева 29 сентября. То есть пару дней у нефтехимика было лишних на отдых. Хабаров после выигранного выбрасывания подбирает шайбу. А особо никуда не спешит с началом атаки. Сильный пас налево. Зернов закатывается в зону нефтехимика. Держит паузу, смещается за ворота. Ну и в итоге забивает. 1-0! Магнитогорский Металлург выходит вперед уже на 20... на 19-й секунде. Шайба влетает в ворота нефтехимика. Денис Зернов принимает первым поздравления от своих партнеров. Вышла шайба в среднюю зону. Шефигулин по ляму флангу скорость набирает. Делает передачу. Классный розыгрыш. Бросок из Загидулия. Загидулия. Выручает магнитогорский Металлург. Не позволил он нефтехимику счет в матч сравнять. Оставляет шайбу защитников. Подключается к атаке Артем Минулин. Бросает добивание. Вау! Роман Канцеров упускает прекрасную возможность отличиться. Одна результативная передача у Канцерова в этом сезоне уже есть. Не проходит передача на Владимира Брюквина. Контроатака Металлурга. Два в одного. Зернов тащит шайбу. Коробкин открывается слева. Передачу получает Егор. Бросает по воротам добивание. Еще одно. Гарипов! Собирает шайбу себе Эмиль. Зернов. Неудобный. Подкидку выпал. Коробкин. Бросил. Так. А шайба в случае ли не пересекла линию ворот? Вот. Но нет. 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 Оказалось, что после первоначального броска коробки на шайбу, когда всплыла вверх, могла оказаться за линией ворот. Питунин по диагонали нашел Никиту Михайлеса. Смещается он в центр. Бросает по воротам. Перед собой Гарипов шайбу отбил. И с добиванием тоже справляется. Вот Александр Питунин на вратарь нефтехимика. Давит. Давит магнитогорский металлург. Но и вот здесь опять. Как легко. Зашли в зону атаки. Нижний Канцер. Полевко. На торможение. Из-под опеки ушел. Через правый фланг идет атака у металлурга. Канцеров тащит шайбу. Делает пас и гол. Павел Акользин. Укрепляет преимущество магнитогорской команды. Но каков же Роман Канцеров. Классная передача на пятак. И уже шансов у Эмилии Гарипова среагировать на бросок Акользина не было. Как мне кажется. Никаких. Много свободного пространства. Было перед ним коробки. Но усадил на лед защитника Никиту Хлыстова. А вот бросить уже не получилось. Выход 1-0 может получиться. Зато у нефтехимика бросок и гол. 2-1. Нижнекамская команда сокращает отставание в счете. После передачи Владимира Брюквина выйдя со скамейки забасных. Подхватывает шайбу. Смещается в центр. И на перемещение ловит Артема Загидулина. Лукшклок после выигранного браса не попробовал бросить. Попытка Белозерова. Выше ворот. Лук. Прямо вот в оставшиеся там 15 секунд несколько бросков воротом от нефтехимика. Мы с вами видели. Но у нас звучит сейчас сирена. Я думаю, что дисциплина. Наверное, совершенно два ненужных удаления заработали в конце. И игра где-то построже. Может быть, если не можем где-то сыграть в пас, попроще вывести шайбу из зоны. Лукшклок. Белозеров на лицевую делай передачу. С близкого расстояния Дергачев не переигрывает Загидулина. И не переигрывает его Андрей Белозеров. С двумя бросками Артем сейчас справился. Убойные позиции были. Что у Дергачева, что у Белозерова. Вновь Дергачев. Приехал на пятак Седиков. Белозеров. Дергачев. Передача. Бросок. Гол. Наиль Якупов делает счет равным. 2-2 и продлевает свою результативную серию до пяти матчей. Григорий Дронов покидает скамейк штрафников. А Даниль Юрова осталось там порядка 20 секунд еще посидеть. А Наиль Якупов, в свою очередь, забивает четвертую шайбу в нынешнем сезоне. Маклюков. Пресс. Замахнулся. Бросать не стал. Уходит от Энтони Комары. Смещается чуть поближе. Бросает с кистей. Добивание с острого угла Горипов. В ближнем углу надежен. Успел переместиться. И не позволил Люку Джонсону вновь вывести Металлург вперед. Дронов. Михайлес. На лицевую. Питунин. Хорошую диагональ нарисовал Александр Питунин. Но Юров не переигрывает Эмиля Горипова. Плечом отбивает шайбу вратарь Нижнекамской команды. Ударил по трамвозам. Пытается уйти от Чевелева. Классный пас. Бросок. И Горипов. Горипов тащит. Классное подключение Данилы Юрова. Ну и какая передача Никиты Михайлеса над Данью прошла. Просто фантастика. Хабаров. Налево. Бросок в ближний угол. И Горипов. Уверенно закрывает ближнюю штамбу. Не позволяя Металлургу вновь выйти вперед. Канцеров забрасывает шайбу в зону атаки. А Козин прессингует Гайнулина. Пас на синюю линию. Много пространства у Полевко. Бросок и гол. 3-2. Данила Полевко становится автором заброшенной шайбы. И он выводит Металлург вперед. Ближе к концу 3-2 периода. Наверное, время выписывать поздравления Данила Полевко. Первое набранное очко в континентальной хоккейной лиге. Шофигулин встает под бросок в касание. И этот бросок состоялся, но выше ворот. Это да. Нас ждет с вами очень интересный третий период. Никитова, автор важной шайбы в первом периоде. От первого леса расскажите, как удалось забросить. Шайба выскочила из зоны, увидел хороший момент. Побежал просто и добавил ногами, вылез и забил гол один. Отправляет шайбу за ворота. Эмилия Гарипова. Так, там повреждение. Повреждение получает Никита Михайлович. В незащищенное место. Покшурты. Ударил он Никита Михайлесом. В ситуации, которая того, наверное, не требовала. Гребенкин. Ди на дальней штанге. Но Гребенкин играет через синюю линию. Пресс в касание. В дальний угол. Гол! Но судя по реакции, Жан Себастьян Ди принимает поздравления. Робин Бресс посылает шайбу низом. Жан Себастьян Ди находился на пятаке и, возможно, именно он скорректировал полет шайбы. 4-2. Артем Сериков покидает досрочно штрафной бокс. И Металлург реализовал большинство. Второй гол. Жан Себастьян Ди в нынешнем сезоне. И перехват. И может убежать 1-0. И убегает 1-0 Архип Николенко. Но Эмиль Гарипов дарит шанс для своей команды. Вот забей Архип Николенко. Доведи преимущество в счете до трех шайб. С большой долей вероятности. Нефтехимик уже бы не отыгрался. Сейчас Никита Холыстов был налево. Он сделал передачу. Чевелев. Холыстов. Замахивается. Бросает. И забивает. 4-3 за секунду до появления пятого игрока у Магнитогорского Металлурга. И сразу вспоминается спасение Эмиля Гарипова. Когда он вытащил выход 1-0 от Архипа Николенко. Отблагодарили своего вратаря нижнекамцы. Вот еще один перехват. И это гол. Это дубль Павла Акользина. 5-3. Здесь встык пошла клюшка с клюшкой Жанна Себастьяна Дива Андрея Белозерова. И в итоге Акользин опережает Лукаша Клока. Оба игрока вытянули руки. В итоге Акользин своей тлиющей рукой до шайбы дотянулся первым. И отправил шайбу между щитков Эмилю Гарипову. С близкого расстояния. Последние секунды большинства. Йоров на Питунина. Питунин переводит шайбу. Бросок. Гол. Это Данил Гололобов. Ну а здесь, конечно, Питунин. Ну какую классную передачу нарисовал Александр Питунин. И мы стали с вами свидетелями первого гола в континентальной хоккейной лиге 20-летнего Данилы Гололобова. Впервые по ходу этого матча Нефтехимик уступает в три и уже в четыре шайбы. Семен Кошелев. Шайба попадает после броска Макара Хабарова то ли в плечо, то ли в маску Эмилю Гарипову. А скоб, естественно, он этот не контролирует. Шайба опускается ему за спину. Ну а Семен Кошелев выигрывает позицию у Никиты Хлыстова и добивает шайбу в пустые ворота. Гребенкин налево на Яковлеву пас не проходит. Забираю. Вау! 8-3! Это Денис Зернов украл! Украл шайбу у игрока Нижнекамской команды и в дальний верхний угол ворот. Филипп Долганова ее отправляет. Ну просто красота. Треть набрана очко Денисом Зерновым в этой игре. Дубль! Ну и подскандирование Металлург. Эта встреча у нас завершается. Завершается она победой Магнитогорской команды со счетом 8-3. Нефтехимик во второй раз в сезоне пропускает 8 шайб. Ну а Металлург так постепенно нащупывает свою игру в атаке. Андрей Владимирович с победой. Какие составляющие успеха сегодня отметите? Ну сегодня хорошо владели инициативой, хорошо играли в давлении. Вот немножко сами себе в конце первого периода придумали проблемы. А так хороший третий период теперь очень сложно на следующую игру будет настроить. Но мы постараемся. Ребят, победа хорошо, но много пропускаем, много удаляемся. Давайте на следующую игру это все уберем. За третий период спасибо. Молодчики, с победой. Молодчики, мужики. Мы дам пою. Всем поймал, всем молодым. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодчики, ну красавцы. Здорово, что в топ забили, что даже блокируют броски при таком счете. Двигаемся дальше, всех с победой. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, у нас еще поздравить ребят с настроением в этот мете. Постоянно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ